Тункинская долина Райский уголок Сибири Тунка открывает вам невероятные виды девственной природы Величественные горы Безхрани поля И а-ля Альпийские луга Величественные горы Сегодня мы затронем глобальную проблему Что как ни человек влияет на природу И как своей же рукой он вредит не только природе Но в первую очередь он вредит самому себе Этот выпуск мы вещаем голосом природы Тункинская долина Тункинская долина начинается от южной оконечности Байкала Поселка Култук Сочетание гор, богатой растительности, красивых озер Создают этому месту огромную популярность Ежегодно Тункинский район принимает около 10 тысяч туристов Приветствуем вас друзья Вы как всегда на канале Дикарями Это тревел-блог про необычные путешествия по Сибири Сейчас мы находимся в замечательном месте В Тункинском районе Республики Бурятия В поселке Жемчуг Или как еще его называют Вышка Конечно же мы будем сегодня показывать Очень много красивейшей природы Первозданность природы И самое главное мы покажем глобальную экологическую проблему Которая подобно опухоли на теле природы образовалась в этом районе И беспокоит не только природу, но и местных жителей И слава богу, что беспокоит Потому что, ребята, мы ответственны за то, что достанется нашим детям Я хочу, чтобы наши дети наслаждались так же, как мы Первозданность этой природы Замечательной красотой этих лугов Будем говорить о наболевшем И о способах борьбы с этим Один из способов борьбы с экологической проблемой Является раздельная сортировка отходов Не каждый из нас знает, что это такое Предлагаю вместе с вами разобраться в этом понятии В год каждый человек создает примерно 500 килограммов отходов 90% из них оказывается на свалке И только максимум 5% вторично перерабатываются Мусорные полигоны горят и выделяют токсичные вещества в атмосферу Яд, перемешиваясь с дождевой и талой водой, попадает в почву А также загрязняет подземные воды Мы с вами пьем отравленную воду Вдыхаем токсичные вещества вместе с воздухом Едим продукты, выращенные на отравленной почве Как можно помочь? Надо просто разделять отходы на те, что перерабатываются И те, что не перерабатываются В переработке подаются 80% отходов Отходы превращаются в новые вещи В России около тысячи предприятий сортируют и перерабатывают отходы Их станет еще больше, если мы начнем разделять мусор Так, друзья, сейчас мы с вами вместе попробуем на практике решить эту проблему Как же правильно распределить мусор? Погнали! Это, собственно, и есть правильная сортировка мусора Все по отдельным емкостям Этот пакет для стекла А этот пакет для пластика Как видите, все просто На все про все ушло чуть меньше трех минут Я думаю, что это посильно каждому, друзья Давайте позаботимся вместе об экологии окружающей среды И о счастливом будущем наших детей Этот мусор подвергнется вторичной обработке И составит нам еще раз верную службу второй раз Когда мы увидели эту картину, мы подумали Неужели лошадки в курсе про экологическую проблему И хотят быстренько отсюда смотать Но нет, конечно, это абсурд Они просто укрываются от солнцепека Санкинской долины Солнце здесь, конечно, жаркое Поселок Жимчик уже давно обрел вселенскую славу И все благодаря энергетике этого района Многие приезжают сюда исцелиться от болезни И вдохнуть в себя энергию Кто последний? Сейчас мы проходим аттестацию у водожапа Он нам скажет, правильно ли мы сделали или нет Правильно отсортировали мусор Или что-то сделали не так Итак, проверим и узнаем Друзья, я как обычно делаю У меня нет 100% такой прямо сортировки У меня немножко грубо Мне лишь бы сбросить объем Основной загрязнитель у нас нашей природы Вот вот эти Хрустящие вот эти бутылки Вот эти хрустящие Поливинилхлориды Или как он называется Вот он, основной загрязнитель И вот талая Свалка в талой Она где-то на 20% Наверное, заполнена все-таки вот таким А его охотно Принимают На вторичную переработку То есть это настоящее хорошее вторсырье То есть самая первая и главная наша задача Это взять и очистить обычный мусор Да От пластиковых бутылок Это самый главный загрязнитель на свалках идет Который гниет столетиями Тут металл у нас идет Да, вот вы металл отложили Ну тут тоже вот как бы металл Бывает черный металл И есть цветной Ну как бы вот Тоже две фракции Получается Тут у вас Ну тут получается Надо от остатки еды Вытряхнуть ее А все остальное Идет в дело Как бы скажем так Это настоящее вторсырье Хорошее Небольшие действия И мусор превращается в вторсырье Которое нам еще раз понадобится Да, еще раз понадобится Но еще совершит оборот И вернется И экология, и природа скажет нам спасибо Спасибо, да Вы знаете Достаточно увлекательное занятие Я нагинаюсь даже спортом занимаюсь Почему бы и нет Приношу пользу экологии Окружающей среде На душе становится легче Какой-то вклад я вношу В природу В ее очищение И это потрясающе Это можно сказать Даже как хобби можно сделать Поэтому, друзья Рекомендую Заниматься Правильной сортировкой мусора И вот этот Получается Вот эта сортировка Ну как сказать Она должна превратиться В образ жизни Вот этот Каждодневный Вот это Это не сложно Не тяжело Там Никаких финансовых затрат Это вы не почувствуете Главное почувствовать его Облегчение Как бы Не знаю Совесть чиста будет Перед нашей Маточкой Природой Спасибо вам большое Да Я тоже думаю Что не затруднит человека Отлаживать стекло В стекло Металл к металлу Алюминий к алюминию И Железо к железу При этом мы вас Не призываем менять Ваш образ жизни Просто поставьте рядом Со своей урной Еще несколько емкостей Отсортировав мусор Будажат пригласил нас На экскурсию По Тункинскому району И мы С удовольствием Согласились По Тункинскому району Видим что оттуда Возвращаются уже Машины Пустые Которые уже Выкинули мусор Свозят все сюда Мусор И чем дальше Тем больше Можно увидеть Еще в глубине Сколько мусора Это видимо Уже лет 5 назад Туда скидывали мусор Потому что Сейчас туда Проезд невозможен Здесь мы видим Вот перед нами Около 15 Особей коршунов А так как им Не нужно теперь охотиться Они сбиваются В кучи Как вороны Но это безобразие Вот Кружат Не боятся А только Первый участок Свалки Самый основной В другую сторону Уходит Чуть-чуть Поменьше Свалка Но сейчас Мы туда не поедем Там дорога плохая Дорогие гости Жители Тункинской долины Мы находимся сейчас На полигоне ТБО Село Тайлое Вот это наша боль Раковая опухоль На нашей долине И чтобы вы понимали Вот мы сначала Снимем вот этот автомобиль 6 метров длиной И вы увидите Как он потеряется На фоне вот того ужаса Что там творится Бросает мусор Местные жители Сами коммунальщики Эта свалка является официальной 2 гектара официального Остальное Неизвестно чьё То есть никто не знает Чьё это Да Выходит некоторые противоречия Что вроде Свалка мусора Строго запрещена Так как здесь Национальный парк Тункинский И это официальная свалка Одновременно Да Вот это тоже Юридический какой-то казус Нам Конечно Простым людям Это не понять Сто тысяч кубометров Восемнадцать гектаров земли Двадцать четыре футбольных поля Испорченной земли Сейчас мы находимся В село Шимки Вот получается Тут недалеко кладбище И тут же рядом Вот несанкционированная свалка Мы видим вот такой знак Природоохранной прокуратуры Видим Повесила Штраф пять тысяч рублей Ни разу никто не захватил этот штраф А тем не менее Свалка продолжает расти Вот пожалуйста Строительный мусор Дрова приезжают Скидывают Банки консервные Бутылки Это еще Не такая большая мусорка Но она находится Непосредственно Очень рядом С самим поселком Метров триста Продолжение следует... Мы сейчас едем В село Туран Там вот весной Прошла большая акция Они убрали Несанкционированную свалку И вот Мы едем Брать интервью Активистов Вот так вот выглядит Первая ликвидированная свалка Видно ее уже расчистили Остались только деревянные предметы Которые сгниют через какое-то время Дорогие Уважаемые земляки Жители Тункинской долины Мы живем В прекрасном Райском Уголке земли И отрадно Что Начали Заниматься Уборкой Разных свалок Которые мы раньше Наносили Везде Все разбрасывали Вот это мы находимся На фоне уже Ликвидированной Почти свалки Тут очень мало А раньше Были вообще Горы Всякое И технику И бытовую И старую И мусор И пластик И стекло И бутылки Все Короче Все свозили Потому что У нас не организован Такой сбор мусора И Сейчас у нас Такое движение идет За раздельный сбор Отходов Вот это самое Мне кажется Оптимальный вариант Чтобы Очистить нашу Территорию Нашей земли Чтобы И потомки наши И дети Внуки Правнуки Росли В чистом месте Потому что Сам Бог велел Такую природу Беречь Смотрите Вот какая красота Как хорошо дышится А сейчас предлагаю Послушать мнение Девушки Которая говорит Действительно Стоящие вещи И нам нужно Прислушаться к ним И вдохновиться На правильные действия Меня зовут Галтаева Ия Кимовна Я жительница Села Жемчуг На одном Местной Сневушки Я держу Гостевые дома Поэтому У меня Очень много Гостей Соответственно У нас Есть Очень много Мусора Который Необходимо Куда-то Убирать Коммунальщикам Все это Мы сдаем Они вывозят На общую Свалку Которая Несортируемая Просто Сваливается В кучу Которая Впоследствии Влияет На экологию Изначально Чтобы не было Таких больших Свалок Давайте Будем Сортировать Мусор Который Большей части Будет Исчезать И перерабатываться Такое Тут у нас Мусорный ящик Мусорный ящик У нас Отдельно Собраны Бутылки Видите Темные Светлые Отдельно Уже Бумага Отдельно Собрана Жестенные Банки Алюминиевые Банки Пластиковые Бутылки У нас Лежат Отдельно Для пластиковых Бутылок У нас Отдельно И я Активист Которая Сконструировала Особый вид Корзины Для пластика Из металлической Сетки То есть Вот так У вас Удобно Все придумано Все видно Сходу Да Чтобы издалека Было видно А потом Когда Бутылки Сминаем Крышечки Отдельно Складываем Потому что Крышечки Это Другой Сорт Пластика Главное Чтобы он У нас В лесном Массиве Не лежал Так Как он Лежит Столетиями Его Специально Сдаем Чтобы Нашу Природу Не загрязнять Получается Что Мы Его Сдаем Из них Делают Пищевые Например Одноразовую Посуду Перерабатывают Потом Делают Эти Мусорные Пакеты Которые Мы Также Последующим Пользуемся Все Это Подается Переработке Я думаю Что Нам Всем Нужно Последовать К примеру Жителей Тункинского Района Они Правильно Сортируют Мусор Который Нам Дальнейшем Снова Поможет В обиходе Поэтому Поддерживаем Жителей Тункинского Района И Следуем Их Указания Себестоимость Металлической Сетки Составляет Всего 150 Рублей Ия Мастерит Не только Корзины Под мусор Она Использует Пластиковые Бутылки В качестве Горшков Для Цветов А вы Знали Что На Сдаче Правильно Отсортированного Мусора Можно Неплохо Заработать К примеру При Сдаче Алюминиевых Банок Можно Заработать До 20 Рублей За Килограмм Сзади Меня Находятся Отдыхающие Которые Приняли В традицию Каждый Год Сюда Приезжать И Отдыхать Давайте Задим Несколько Вопросов И узнаем Чем Так Привлекательны Прекрасно Просто Надышаться Невозможно Природа Какая Замечательная Просто Источники Горячие То есть Все Есть Для Отдыха То есть Это Классно Можно Где Воссоединиться С природой И Просто Отдыхать Это Замечательно Я вижу Вы Всю Семью Собой Взяли На Отдых Конечно Обязательно Даже Очень Маленькие Бабушки Бабушек Привезли Которые Плохо Ходят То есть Чтобы Тоже Отдыхали Восстанавливались И Лечили Своё здоровье Здесь А водичка Как Помогает Водичка Очень Помогает Это Вообще Классно А Вы Вообще Замечали Мусор Как Здесь Есть Чисто В районе Честно Сказать Его Было Гораздо Больше Раньше Но Сейчас Люди Вроде Как Задумались Наверное Над Этим И С собой Забирают Мусор То есть Гораздо Лучше Стало Чем Было Раньше Что Хочется Сказать В заключении Давайте Начнем Хотя Бы с малого Сортировать Пластиковые Бутылки Ведь Это Главный Источник Загрязнения На свалках И в других Местах Ведь Пластиковая Бутылка Разлагается Сто Лет А Некоторые Даже Около Пятиста Берегите Себя И Планету Которой Живете Актриса Мусорка Запрещена Запрещена Ладно Пойдем Снимать Какахи Какахи